Баскетболистки «Нефтяника» сыграли первые домашние матчи нового чемпионата России среди команд Суперлиги-1. Наши спортсменки сразились с клубом «Спарта НК-2» из города Видное, Московской области. В стартовом поединке «Мички» уверенно победили со счетом 90-55. «Нефтяник» вошел в число лидеров чемпионата. Поддержать команду во втором матче пришел губернатор региона Александр Бурков. Глава области считает, что в ближайшей перспективе «Нефтяник» должен бороться за выход в высшие дивизионы российского баскетбола. «Нефтяник» играет достаточно хорошо. Для нас нужно постоянно обновление кадров, чтобы была команда, которая в любой момент могла перейти в премьер-лигу. Вот это важно. Яркая результативная игра в первой четверти матча. «Нефтяник» повел 13-11. Соперники отыгрались, ну а «Мички» вновь вышли вперед 26-24. В середине второй четверти наши спортсменки хорошо работали в защите и получили шансы в атаке. Но не все получилось с выбором точек для броска и траекториями. «Нефтяник» начал отставать. Броски шли тяжело, кольцо не принимало мяч. Чуть-чуть не хватало, чтобы забить. У высоких мячи буквально вылетали из-под кольца. Чего-то прям чуть-чуть не хватало. Баскетболисты «Спарты» вышли вперед 32-30. Далее гости развили успех в третьей четверти. Провели несколько точных бросков с дальней дистанции и разрыв возрос до 15 баллов 59-44. Нам поставили задачу. Каждый выходит, каждый отрабатывает свои моменты. Ну и у нас, можно сказать, полетело. И девчонки все поймали кураж. И уже с легкостью, уже быстрые отрывы начались. И легкие мячи забивались. И так же шла у нас защита. Игроки «Нефтяника» проявили характер. Сократили разрыв в счете до 5 баллов 65-60. Но несколько досадных неточностей дали возможность соперницам сыграть на контратаках. «Нефтяник» уступил 63-71. По итогам матча губернатор региона Александр Бурков вручил награды лучшим игрокам Елене Мешкаревой и Полине Веселовой. Девчата вчера сыграли с отрывом в 35 мячей. То есть сегодня проиграли 8 мячей. И был шанс догнать и выиграть эту игру. Но, тем не менее, спортивная удача была сегодня на стороне «Спарта». Следующие матчи чемпионата «Нефтяник» проведет 21 и 22 октября в Ростове-на-Дону против клуба «Платов». Субтитры создавал DimaTorzok